В Кыргызстане приступили к строительству первого в стране завода по изготовлению инъекций в ампулах. Компания планирует наладить и выпуск вакцины от коронавируса. Подробнее о масштабном проекте расскажет Асхат Нязов. Одна из самых крупных фармацевтических компаний Кыргызстана. Обеспечивает внутренний рынок лекарствами на 20%. В штате 100 человек. Наталья Щербакова, одна из главных специалистов завода, ради этой работы переехала в Чуйскую область. Спазмолитики, муколитики, так же, как я уже говорила, витаминные препараты, противоанимические препараты. Повторю, завод располагает списком более 90 наименований препаратов, которые сейчас на данный момент наше предприятие имеет право выпускать. Они зарегистрированы в государственном, в министерстве здравоохранения. Компания первой в Кыргызстане решила выпускать инъекции в ампулах. Для этого неподалеку строится новый завод. Под производство выделили больше гектара земли. Фундамент готов. Сейчас рабочие ставят каркас. Запуск через полтора года. За эти два года у нас фактически со всеми поставщиками этих оборудований, это мировые бренды. Это Стилмасс, это Румелах, это Бервет Анжела, значит, Швейцария и Италия, Германия. Со всеми у нас есть соглашение и полностью согласованы спецификации. С завтрашнего дня мы начинаем размещать заказ. Но, как вы знаете, это оборудование изготавливается очень долго. В год компания будет выпускать около 175 миллионов инъекционных ампул. Это почти целиком обеспечит потребность страны. В планах завода и производство вакцины от коронавируса. Оборудование и специалисты для этого будут. Я ездил несколько заводов, посмотрел в Узбекистане, в России. Общался с специалистами, которые строят, которые налаживают этот вакцины в спутник ВИИ. Пришли мы к выводу, что вполне возможно его производить здесь, у нас в Курдостане. Если государство заявит, то и желает, чтобы было местное производство, мы готовы ее реализовать. Инициативу фармкомпании поддержал Российско-Кыргызский фонд развития. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Финансовый институт обязался выделить в кредит 7 миллионов 700 тысяч долларов. В фонде отметили сейчас в приоритете финансовая поддержка импортозамещающих предприятий. Асхат Ниазов, Аида Аматбекова, Хабар, 24.